добрый день всем привет мы все рады очень вас приветствовать наши старые новые подписчики почти в полном составе нашей команды приветствуем вас на своем канале наши любимые хорошие сегодня у нас в планах показать вам рецепт необычный в общем то интересный но простой но с изюминкой это будет простой яблочный пирог по эстонскому рецепту в общем все просто но тем не менее не совсем просто давайте попробуем приготовить это вместе маркиз я конечно знала что котлеты ты любишь очень но что ты любишь яблочный пирог вот этого я не знала совсем ты будешь нам помогать с карстиной печь пирог ты пироги тоже любишь правда любишь то я думала только котлеты может еще и крестиком вышивать можешь ты яблочки да вчера тут были котлетки сегодня яблочки помощник наш ты воспитанный кот пожалуйста лапами на стол не не ну так давайте значит будем продолжать нашу работу нашей бригаде помощников прибыла до картина будем дальше тесто конечно ну вот начнем готовить наш яблочный пирог значит здесь есть несколько частей есть основа есть начинка есть покрытие вот для основы нужно полтора стакана муки обычная пшеничная мука полтора стакана полстакана сахара 1 чайная ложка пекарского порошка или там сода гашеная уксусом до нас вот такой порошок для выпечки немножечко соли 150 грамм холодного из холодильника не заморозки из холодильника холодного сливочного масла вот и пол яйца почему меня есть здесь два лежит час объясню пол и пол яйца сейчас мы сделаем с вами это будет основа это будет основа это песочное тесто получается сразу скажу сюда что что идет в начинку в начинке идет 5 кисловатых яблок 5 штук 3 столовые ложки сахара приправы кардамон 2 чайные ложки нет корицу показывают кардамон и корица это идет в начинку и потом еще покрытие будет туда нужно будет полтора яйца пол стакана сахара 25 грамм масла 1 4 стакана кипятка 0 75 стакана муки и пол чайной ложечки разрыхлителя вот такой набор продуктов для нашего простого яблочного пирога по эстонскому рецепту но давайте сначала самого начала идет основа начнем делать основу окно вот насыпали мы полтора стакана муки теперь кристина насыпать сюда стакан сахара насыпай туда вот этот пол стакана сахара что у нас было отмерено нет прямо с кружечки насыпает не надо ничего мерить цепь вот так и весь сахар туда так теперь чуть-чуть соли сюда сливочного масла держи кристи высыпай туда прямо так вот переверни и туда высыпай сливочное масло вот так ложечкой можешь помочь себе если они туда не сваливаются вот туда сливочное масло все вот теперь мы возьмем острый нож и будем это тесто рубить вот такой колобок у нас вышел посмотрите мы даже ему глазки сделать какой-то вид у него не очень доброжелательный и вот этот колобок отправляется в холодильник на 15 минут кладем в мисочку кристин и он отправляется в холодильник прошло наше время вынули его из холодильника положили в силиконовую форму вот у меня такая силиконовая форма и и не надо не смазывать маслом и добавлять какой-то бумаги тут никогда ничего не прилипнет и теперь это тесто мы вот так прямо руками распластываем по дну формы и немножечко задеваем борта много не надо ну прям вот чуть-чуть помогать красина пальчиками две руки работают дырки не делай такие дырки не надо даны рычки не надо дырочки кристина закрывай дырочек нам не надо пальчиками пальчиками кончиком подушечкой вот 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 ну вот теперь пока у нас тесто стоит 15 минут этом холодильнике мы будем яблоки мыть по моим хорошенечко яблоки после этого их очистим от кожуры и от внутренности чтобы не шкурок не семечек ничего не осталось вот яблочком она чистили как картошку сердцевинку вынули кожуру почистили теперь будем нарезать тоненькими долечками вот у нас главный ответственные нарезки начинки кристина сегодня все эти пять яблочек этими долечками мы режем любишь готовить значит тоже надо учиться вот так ножиком режем начинку начинка наша готова кристина покрошила все теперь мы добавляем три столовые ложки сахара больше наверно красно перемешиваю аккуратно давай подберем это что-то у нас чтобы не рассыпалась здесь немножечко у нас рассыпалась но ничего детки только учатся теперь я добавляю две чайные ложки кардамона чтобы у нас заявлено в рецепте и корица вот эти специи ароматные яблоко очень любит как кардамон так и корица вот этому все перемешиваем так теперь мы включаем плиту на 175 градусов у нас детский ключ кто-то поставил здесь очень интересно кто же то у нас здесь баловался вот ну вот теперь так и на 175 вот сюда пальчик поставить пока не будет здесь не 200 175 и теперь пока не погаснет таймер да и включая включает и не включила вот пока не погаснет таймер вот она будет нагреваться нагреется и мы наш пирог отправим духовку так теперь неси сюда начинку кристина неси начинку как всю эту начинку мы сейчас вот с тобой перекладываем в это тесто то что мы да вот давай это я так вот нагибаю а ты ложка перекладываешь вот спасибо за помощь молодая хозяюшка растет будет пироги нам печь да кристина будешь пироги печь нравится тебе пироги конечно кто бы думал там так ну вот хорошо ты разровняю здесь ложкой все чтобы это было красиво красиво и в 175 градусов на 15 минут всего на 15 мы отправляем готов он не будет это будет предварительно чуть-чуть пропечется вам ждем 15 минут так вот а пока пирог у нас предварительно в духовке сидит надо будет в это время сделать заливку оставь смелей вот так закрывай будем сейчас готовить с вами заливку для этого в кастрюльку мы положим 25 грамм масла 25 грамм масла она будет у нас там топиться когда она полностью растопится мы нальем туда четверть стакана треть стакана водички и чтобы вся эта масса закипела вот расплавливается масло у нас добавляем сюда водички вся эта масса закипит и пусть остывает тем временем в миску разобьем полтора яйца сахар и все это смешаем до пышной пены до пышной пены пол стакана сахара и полтора яйца так вот яйца туда сахар и до пены взобьемся вот такая пенка у нас вышла теперь чуть-чуть остывшие масло с водичкой медленно постепенно пол остывшие вливаем яйца и засыпаем разрыхлитель и нашу муку 075 стакана муки и пол чайной ложечки разрыхлителя для теста тоже сюда вовнутрь пол чайной ложечки и муку всегда муку конечно хорошо просеивать для любого теста есть специальные кружки я вот так попростенько через сито тогда в пироге не будет никаких катышков комочков вот и теперь это все эту массу нежно перемешаем 15 минут заливку мы красивыми приготовили пирог наш выше вылез из духовки вот теперь вот эту заливку которую мы нежно перемешали мы польем наше тесто сверху бери картина чашку так и будем вот так вот равномерно поливать все тесто вот так равномерно мы все равномерно вот так тесто разложим и снова в духовку открывая кристина нашу духовку и он отправляется у нас пирог еще минут на 30 подожди он горячий так пирожок наш духовке убежал минут на 30 40 ну посмотрите как до готовности да будем ждать вот прошло минут 30-40 вынула я пирожок наш теперь еще сверху сахарной пудрой его посыпем пахнет на всю квартиру вот как вкусно простой рецепт яблочного пирога красота такая вот пирог наш готов посыпали его сахарной пудрой сейчас будем разрезать приглашаем вас всех к нам на чай очень вкусный этот пирог и с молочком спасибо что были с нами делаете этот рецепт наслаждайтесь этим пирогом подписывайтесь на канал ставьте лайки приятного вам всем аппетита до свидания